товарищи мы убираем попробуем баклажан так вот так поставлю вот отлично и сейчас тоже без карандаша просто моем большом скетчбуке буду рисовать баклажан ай-яй-яй сейчас потерпите немного сейчас все вернется вот так немножко поставлю вот и так что мы можем сделать с баклажаном мне прям нравится его форма отличный такой изогнутый все супер берем как обычно мои любимые я прям большую кстати возьму кисточку потому что большой он у нас такой длинненький чтобы мне сразу большую заливку брать я возьму эндентрен буду мешать вы наверное где-то вот здесь тут конечно плохо видно но ничего не могу сделать с освещением красную краплак беру тепленький красный и получается у нас фиолетовый такой красивый теплый фиолетовый так здесь попробуем ой капнула ну вот прям похож на баклажановый цвет я вижу в нем такую не она на заливку тоже сделаю мне надо что-то брать это пятно заливку сделаю тоже голубым потому что вот этот блик я его вижу прям привет наташ голубой вижу берутся рулю беру и в тала и с невской палитре мешаю многие наверно знают что я обожаю просто цирулиум от невской палитры тут сейчас первая заливка она будет белкой здесь я так там еще какая-то кусочки сиены у меня где-то в цирулиуме поэтому он такой глухой слегка получается и прям то что нужно только форму не вот такую плотненький правда лежавшие немножко но такой хороший так вот так мы сейчас смочим немножко выровняю здесь сюда еще добавить зелень я пока не прорисовываю я ее оставляю спасибо наташ большое в общем как как-то вот дальше здесь блик здесь рефлекс здесь блик у нас до идет здесь тоже я прям все прокрою голубым для начала здесь он у нас узенький такой потом расширяется хорошо как такой мясистый баклажан любите баклажаны кстати люблю жареные с чесночком прямо вкусненько здесь мы сейчас вот это спустим вот сюда поплотнее так так я немножко сжала потому что у меня не влезет иначе длиннее конечно ну как будто бы это какой-то прям молодой баклажан такой хороший молодой здесь у меня смотрите темно темно да потом опять прослойка темного темный светлый темный светлый темный мне надо эту структуру всю сохранить я брала индонтрен и краплак что-то там мне еще конечно попало наверное но и вот сюда я уже в мокрую заливку такие пушистики поползли потом тоже блики где-то освобожу так мне главное не пропустить конец эфира чтобы он сохранился так еще добавлю прям можно добавлять оттенки какие-то например я вот беру краплак можно сюда еще что-нибудь добавить такое что тут можно добавить вот здесь прям я вижу что он прям краснее намного чем вот эта часть она краснее а это более такая в черноту в чернильность какую-то отдает мне хочется здесь начать сделать эту черноту фу красноту язык заплетается не привыкла я столько говорить и комментировать баклажан честно скажу никогда не рисовала раньше тогда придется на так прокрыть и выбрать блик потому что что-то у меня ёжики зашли не туда куда надо так ой 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 интересно что вам видно что нибудь видно как то почему-то стало темно так и здесь у меня есть покрупнее альбатросик то была десятка это 16 белка так и относится кипятном свои руки протираем тоже крупная белка не так хорошо протирает тоже тут можно в разных направлениях прям по протирать что блики они вот так идут так теперь я хочу взять опять колонок и прям сделать плотный такой густой густой цвет чтобы это берем баклажан баклажан был чернильный чтобы появилась вам там темно вроде бы ой здесь привет я не могу ее пониже опустить потому что у меня корявенький штатив как бы но спасибо тебе я потом учту в следующий раз на тут наверно плоховато видно еще освещение дурное но первый блин комом что делать так фактурочка на прям красно ты хочется мне добавить вот сюда прям теплый красный беру так вот здесь прокрываю тоже потом выберу здесь что-то у меня уже вытекло ничего то есть вот как мы можем блики до сделать мы можем их оставить мы можем их выбрать кисточкой и еще сейчас я еще один способ покажу прекрасный здесь уже синего надо добавить здорово когда идут переходы цвета вот жалко кстати баклажан плохо да видно оттенки меня потому что такое тут такие оттеночки симпатичные получается что можно еще сделать до блики я возьму колонок чтобы не слишком много было воды возьму голубую краску цирулиум обычный цирулиум и имитацию цирулиума и у меня тут кобальт лазурно-голубой или какой-то там кобальт зеленый и вот сюда добавлю то есть чтобы у меня это не блик у меня это рефлекс вот такое сделаю смесь с основным цветом такое у меня прям видно и я его вижу хорошо и очень хочется его чтобы форма была то есть вот можно краской еще добавлять рефлексы можно вот таким образом сюда ну мне прям нравится баклажан мне кажется вам плохо видно там прям все оттенки он еще потому что темный и камера просто не передает а так такой прям бархатный цвет получился вообще здорово мне нравится здесь уберу немножко вымою этот чуть-чуть сгладить блик так и вот все таки поярче здесь тоже хочется так прям сделать его таким более заметным он тоже не просто полосой видите я веду а делаю усложняю форму немножко блика потому что будет полоса будет очень скучно выглядит и все капнула водой капли как мы помним вот этим вот прекрасным такой вещью корректируется иначе будет смотреться печально и ужасно и здесь немножко светлю все-таки вот так оп сильно светло фактурники у меня получается здесь прям красный здесь голубой более насыщенный рефлекс блик светлее блик самый светлый да у нас всегда здесь вот уже светловато конечно пусть будет и здесь темный вот такой вот чередование получается и появляется объемчик зеленый хвостик вот так вот можно в принципе в один слой нарисовать какой-нибудь овощи или фрукт так 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 зеленый у такой симпатичный сложный хотелось бы окись хрома мне поможет об вот вам волшебство окись хрома беру окись хрома с кобальтом кобальтом потому что холодненький такой прям подвявший череночек хочется мне вот или циррулиум сюда добавить и вот так он начинаю прокрывать у меня из кода это прям любимая с кода перла десятка очень ее люблю она прям суперская сиены еще добавлю натуральный напоминаю все мне невская палитра потому что дешево и сердито вот так так а здесь я и не приметила что надо добавить здесь кусочек такой торчит как бы надета это кожура черенок сейчас всем здравствуйте кто еще присоединился так 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 вот идет там тоже нужно по сухому это все делать выберем тоже чтобы был объемчик у этой части так я возьму эту кисточку поменьше так арт кварталовский кисти сразу хочу вас предупредить первых ничего у меня ходуном ходит во вторых у них вот эти штуки вот эти очень царапаются будьте осторожны со своими пальцами что я прям нацарапала себе уже такие дыры в пальцах этой кистью хотя она хорошая заматывала скотчем вот это вот у меня замотанная скотчем и она не царапается так тут пятно цветок поставила надо его и чтобы прям тоже видно было что выпирает у нас сюда баклажанчик этот кусок так и черенок тоже фактурки потом добавлю уже по сухому так и вот здесь хочется тоже выбрать кусочек такой вот так видите здесь капли какая-то у меня была случайно каплю вышел оттенок но ничего в принципе можно потом набрызгать вообще будет до для иллюстрации это абсолютно приемлемая штука какие-то погрешности неточности так мне хочется вам показать оттенки но не знаю камера поймет или нет увидит она что-то такой вот это первый слой получается идет вот так так ну все баклажан сушим фактуру потом теперь опять к луку можно вернуться я думаю